Губернатор провел аппаратное совещание в областной детской школе искусств. Но в начале заседания говорили не о вопросах культуры, а о безответственности отдельных чиновников. Сергей Морозов отметил, что жители региона возмущаются тем, что они не сдерживают своих обещаний. В частности, это касается дольщик в дом номер 5 по улице Панорамной. В связи с этим губернатор спрятался освободить от занимаемой должности министра строительства и архитектуры Алсуса Дреддину. Именно вот так будем подходить. Обещали сделать, не сделали. Лучше всего попросить прощения и, что называется, вымолить свои грехи, чтобы люди вам дали возможность в новый срок реализовать это. Либо заявление на стол и до свидания. Предупредил в очередной раз об ответственности губернатора и руководителя муниципалитетов. До 31 декабря должны быть разработаны дизайн-проекты всех дворов и общественных пространств, которые ждет благоустройства. Не сделайте, я вам вполне официально заявляю, перечисления денег не будет. Потому что все попытки идти вам навстречу заканчиваются весьма плохо. Потому что вы срываете сроки, а значит срываете наши общие с руководством страны обещания перед людьми. Потом вы делаете это все некачественно, с нарушением законов, с нарушением всяких подзаконных актов. В результате появляется представление, либо еще того хуже. Начинается, в том числе, разборки странных правоохранительных органов. Еще одно невыполненное обещание касается маршрута номер 28. Губернатор отметил, что ему приходит большое количество жалоб на несовременные движения автобусов. Люди готовы уже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Завтра в 6 утра приглашаем руководителя данного маршрута Кадерметову Ирину Ивановну. И будем ставить вопрос о разрыве договоров обслуживания данного маршрута. И наведем в течение этой недели порядок, о чем я вас проинформирую сам лично. По этому маршруту также поеду. Губернатор получил усилить контроль за регулярностью общественных перевозок. Обратил глава региона внимание на то, что эта проблема касается не только города. Во многих районах люди не могут уехать в райцентр и пользуются такси. Главы муниципалитета должны взять на себе решение этой проблемы. На аппаратном освещении были подведены итоги недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Центральным событием недели стал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России». Пожалуй, наверное, это самая масштабная неделя национального проекта, которая из всех трех в текущем году была нами реализована. Хочу отметить, что общее количество участников в этом году форума превысило 2000 человек. Это 15 регионов и 5 стран мира. Хочу отметить, что более 50 мероприятий прошло. Губернатор поручил руководителям муниципальных образований подготовить свои инвестиционные послания. Также глава региона выступил с инициативой активизировать диалог с самыми успешными муниципалитетами в стране. Их опыт должен перениматься в Ульяновской области. В том числе руководители из других регионов будут приглашаться на работу в нашу область. Я даже вот сейчас рассматриваю возможность тому, что будет такое существенное обновление руководства правительства. Многим министрам, зампредам, председателям предложить поехать и проявить себя в муниципальных образованиях. Почему нет? Неделя нацпроекта по развитию предпринимательства завершилась. Началась неделя национального проекта «Культура». Старт ей был дан на аппаратном совещании в областной детской школе искусств. Выделены деньги на реализацию нацпроекта в этом году освоены на 85%. В правительстве нет сомнений, что до конца года результат будет стопроцентным. В целом на сегодняшний день можно констатировать, что реализация этого проекта на территории региона в 2019 году осуществляется достаточно успешно, потому что контрольные точки не нарушены, целевые показатели достигнуты. И по оперативным данным за 11 месяцев один из самых главных показателей, который ставится для нас как ориентир в реализации этого национального проекта, рост посещаемости учреждений «Культура» уже вышел на ту заявленную цифру, про которую мы говорили по результатам года. По итогам нацпроекта «Культура» в этом году отремонтирован театр «Кукол». Запущен проект земского театра. В следующем году будут открыты еще два земских театра – в Солдатской атошлее и Корсуне. Закуплены музыкальные инструменты для областной детской школы искусств. И продолжается ее ремонт. На укрепление материально-технической базы школы было выделено порядка 12 миллионов рублей. Благодаря этому мы завершили ремонтные работы по фасаду зданий, входной группы, учебным кабинетам этого здания, электромонтажные работы, выполнили работы по ремонту вороты и забора. И в этом году мы сейчас буквально на этой неделе завершаем работу по кровли этого здания. В следующем году школа отметит 80-летие со дня своего создания. Предлагается присвоить ей имя губернаторской школы для одаренных детей и создать на ее базе Центр по воспитанию резервы для дельфийских игр. В завершении аппаратного совещания губернатор сообщил, что подписал распоряжение о строительстве Дворца художественной гимнастики. До конца 2020 года необходимо выйти на завершающий этап. Дворец будет носить название «Татьяна-арена». В честь знаменитой ульянской гимнастки и тренера Татьяны Грибковой. Егор Тестов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.